Бонжур! Продолжая тему булочной, еще несколько слов о том, что во Франции можно, а что категорически нельзя делать с хлебом. Дело в том, что хлеб это культ, и у любого уважающего себя француза есть своя любимая булочная, куда в определенное время выстраивается целая очередь, чтобы купить свежеиспеченный хлеб, потому что багет нужно покупать обязательно свежевыпеченным и теплым. Итак, что нельзя делать с хлебом? Никогда не ломайте свежекупленный багет пополам, для того, чтобы он уместился в сумку. Багет нужно носить традиционно, подмышкой, да, и при этом, конечно, абсолютно незащищенным от городской пыли и так далее, но гигиена нет, не слышали. Дальше. Никогда не ешьте хлеб на улице. Традиционно нужно съесть вот эту горбушку, но при этом ее, опять же-таки, не нужно откусывать зубами, а нужно просто отломать рукой. А хлеб в хлебную корзину, здесь я говорю о доме, да, как это принято дома, тоже лучше не резать, а лучше все-таки разламывать руками. Никогда не кладите батон вверх дном, потому что, на самом деле, французы уже и не помнят, там есть по этому поводу какая-то плохая примета или нет, вообще-то она существует, ну, не суть. Просто инстинктивно любой француз захочет этот хлеб обязательно повернуть именно так, как нужно. Вот настолько у них действительно это все в крови. Хлебных тарелок за столом у французов не существует, поэтому хлеб крадется прямо на скатерть. Ну, и, конечно же, традиционно вы можете использовать хлебный мякиш для того, чтобы... То есть это с помощью мякиша вымазать остатки соуса и съесть. Это можно делать как руками, так и наколов мякиш на вилку. Но, конечно, в провинции это больше распространено, нежели чем в Париже. Ну, и несколько слов про патиссерию. Традиционную выпечку, такую как croissant pain au chocolat или chocolatine, как его еще называют в некоторых регионах, французы обычно покупают утром в выходной день, чтобы насладиться неспешным завтраком. Каждый день обычно они такое не употребляют. Ну, а еще в патиссерии можно сделать заказ какого-то торта для торжественных случаев. Ну, например, Je voudrais commander un gâteau d'anniversaire pour le 10 mai, s'il vous plaît. Я хотела бы сказать торт на день рождения, на 10 мая, пожалуйста. Bien sûr, madame, qu'est-ce que vous préférez comme gâteau? Une tarte ou un gâteau au chocolat? Конечно, madame, что вы предпочтете в качестве торта? Это может быть фруктовый пирог или это может быть шоколадный торт? Peut-être une belle tarte de pomme? Скорее, красивый яблочный пирог. Ça sera pour combien de personnes? Может вас спросить кондитер. То есть, на сколько человек рассчитан торт? Pour 5 personnes. Ça coûte combien? На пятерых. А сколько это будет стоить? 20 euros, madame. 20 euros, madame. Merci, je la prends. Спасибо, я возьму. Очень хорошо, сеньюте. Вы можете venir chercher votre торт на день рождения, на день рождения. Очень хорошо, я записала. Вы можете зайти за вашим тортом на день рождения, на день рождения. Вот такой диалог возможен в патисере. Я хочу, чтобы вы купить гаде. Я бы купить гаде. Я бы купить гаде. Merci, je la prends. Très bien, c'est noté. Vous pouvez venir chercher votre tarte le 10 mai au matin.